Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей студии профессиональный организатор пространства Оксана Машинистова. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, Марина! Что вообще это означает? Для многих, я думаю, такой род деятельности – это нечто новое. Что означает организатор пространства? Чем вы занимаетесь? Я создаю индивидуальную систему хранения вещей любых для каждого члена семьи. Индивидуально, под его образ жизни, под его стиль жизни, под его привычки. И в процессе, после моей работы, получается, что эту систему достаточно легко поддерживать. Вот, допустим, если я позову вас к себе домой, у меня бардак на кухне или в шкафу, я убираюсь постоянно, а порядок сохраняется только один день. Означает ли это, что вы, организатор пространства, придете, и, чтобы навести порядок, половину моих вещей выбросите? Нет. Сначала мы с вами обсудим, что можно выбрасывать, а что нет. И только с вашего согласования. В первую очередь мы расстанемся с вещами экологично. Мы найдем способ, чтобы их продать на тех же Авито, Юла, где-то еще. Подарить или отдать родственникам. Может быть, кто-то мечтал о какой-то ненужной вещи, которая есть у вас. И если мы никак не сможем от них избавиться, тогда мы со спокойной душой понесем их на мусорку. Я думаю, многим из нас знакома ситуация, когда годами в шкафах, на полках лежат вещи, которые мы давно не носим, а выбросить жалко. В коробках пыляются сувениры, откуда-то привезенные или кем-то подаренные. И все это вроде бы и не нужно, но выбросить жалко. Почему с ними так сложно людям расставаться и как с этим бороться? Это психологический барьер. Один из мешающих расстаться – это накопительство. Все-таки мы оставляем те вещи, которые приносят радость, душевную радость. Они нас вдохновляют, на них приятно смотреть. Это не значит, что мы с вами открытки или фотографии бабушки, мы их выкинем. Мы просто их красиво и удобно скомпонуем, разложим, найдем для них почетное место. То есть голую квартиру после моего визита вы не получите. Я не преследую такую цель. Просто станет намного удобнее. А такой вопрос – могу ли я справиться сама? У вас есть диплом, вы получили профессию в сфере организации пространства. Чем вы отличаетесь от меня, которая поставила себе цель все упорядочить? Здесь важно понимать, что профессионализм, который у меня есть, он получен не только от мамы и бабушки, которые нас учили быту, учили каким-то элементарным правилам. А все-таки обучение в профессиональной школе, опыт – это уже сказывается. Те, кто говорят, что могу ли я сама, они делятся на три категории. Первая категория – человек, который посмотрел, сейчас социальные сети в огромном количестве это все демонстрируют, посмотрел, примерил, купил, заказал маркетплейсы, они просто кишат всеми товарами для организации. Все быстренько сделал, и у него все хорошо. Вторая категория – которые купили, может быть, в ближайшем магазине, может быть, где-то еще примерили, разложили, но что-то не то. Вот нет того ощущения порядка, гармонии, чистоты, уюта. И третьи люди, которые посмотрели, увидели, там кто-то рассказал, что есть такой специалист, он приходит домой, и в дом становится классно. И он даже вот не будет смотреть на эти контейнеры, органайзеры, он просто позвонит или напишет, и сразу воспользуется услугами. Но первая категория – это не мои клиенты, которые все могут сами. Мои клиенты, которые попробовали, не получилось, либо они сразу доверяют профессионалу. А если у меня, как у вашего клиента, очень запущенная ситуация? Например, это однокомнатная квартира, в которой вмещено все, что только можно, вся жизнь в этой квартире. И я вас позвала, но боюсь, что вы не справитесь с ситуацией. Бывают такие ситуации, с которыми действительно сложно работать. Каждая беседа с новым клиентом начинается в раз. Вы знаете, у меня все так плохо. Вы, наверное, не справитесь. Или мне даже стыдно вас к себе приглашать. Это устная беседа, которая у нас начинается. Когда уже присылают фотографию, я понимаю цельный образ квартиры. Понимаю, какие проблемы там существуют. И на самом деле практически всегда там не все так плохо, как себе представляет заказчик. Приезжая уже на место, понимаю, что там вообще все хорошо. Просто нужно немножечко волшебства, и все становится прекрасно. Вот вы обсудили все с клиентом устно или по переписке. Вы приехали, провели осмотр, составили план действий, проект. Сколько теперь требуется времени и усилий для реализации этого проекта и от вас, и от клиента? Иногда работа организатора пространства, она может быть и невыездная. Мы можем все сделать дистанционно. Например, разобрать шкаф в Москве, обустроить кухню в Петербурге, или даже здесь в Рязани, потому что не все располагают возможностью меня принять, и я не могу в каких-то моментах сделать выезд. Мы обсуждаем все. Я получаю фотографии, если нужно, какие-то замеры. И, как правило, большинству клиентов даже не нужен полный проект по организации. Полный проект – это технический выезд, я там все померю, пофотографирую, мы закупим материалы, и потом я приеду, мы все вместе или я раскладываем, как нужно. Большинству клиентов требуется расхламиться хорошо и составить шоппинг-лист. То есть, хотелки, доступный и самый популярный – это зон Валберес, где мы все купим, с удовольствием принесем, либо клиент сам все наполнит, либо с моей помощью. Это все-таки лучшая и самая популярная услуга, которую я могу предложить. Есть ли опасения у ваших клиентов, что вот вы все организовали, упорядочили, но через месяц, после того, как вы уйдете, все вернется на круги своя? Знаете, такой вопрос чаще всего задают мужчин своим женам. Вот сегодня пришел специалист, а завтра у нас все будет, как было позавчера. Но нет, система составляется таким образом, что никаких новых движений, никаких новых неприятных ощущений после моего ухода не возникнет. Да, здесь действуют правила, то есть я делаю раз и навсегда. Только нужно поддерживать. Но правило для поддержания, оно самое простое. Просто возвращать на свои места все вещи. То есть эргономику для каждого пространства, для каждого клиента вы продумываете, подбираете индивидуально, если я верно вас понимаю? Нужно обращать внимание даже на рост клиентов. Например, супруг у нас очень маленького роста, супруг высокий. И если мы что-то разместим, что нужно постоянно мужу, нужно учитывать, чтобы он сильно не нагинался, либо чтобы жена высоко не поднимала руки. То есть это тоже все важно. Насколько широк спектр ваших возможностей? Какие пространства вообще в целом вы можете организовать? Это комнаты, квартиры, что еще? По идее могу организовать даже вашу студию. Самое популярное это кухня. Если брать зону не квартиру, дом в целом, кухня. Детская. Детская, кстати, один из самых сложных проектов, потому что здесь нужно привлечь ребенка, если он уже достаточно взрослый. И только с ним в основном согласовывать расслабление, потому что мы можем оторвать от души сердцу приятные вещи. То есть это все надо с детьми. Также может быть и гараж, балкон, офисное помещение, либо узкое направление, документы, хранение документов, аптечка или даже холодильник. Сложнее всего с чем работать? Детские. Детские, потому что... Из вот этой тонкой душевной организации. Да, тонкая душевная организация. У меня у самой двое детей. Поэтому какие-то моменты стараюсь все-таки делать без них. Но лучше договориться, чтобы не нанести какую-то травму. Пришла тетя чужая, еще мне что-то там выкинула. Или переложила мои важные рисунки. С гаражами. Это же все-таки такая мужская больше тематика. Мужчины охотно позволяют женской руке орудовать либо в гараже, либо в чем-то таком пространстве, куда обычно женщина не допускается. Это единичные случаи, но такие тоже есть. Интересные проекты. К сожалению, не все, чем я занимаюсь, можно транслировать и показывать в социальные сети. Не все клиенты охотно на это идут. Они считают, что их узнает дом, узнает их квартиру. Но это их право. Поэтому все, что я публикую в социальных сетях, это только с их разрешения. Насколько это доступно? Потому что мне кажется, что это все-таки довольно дорого пригласить специалистов, которые организуют мой дом. Это более чем доступно для нашего региона, потому что это всего лишь один визит. Если мы затрагиваем несколько зон в квартире сразу, то одного визита, в принципе, всегда достаточно. Если ко мне повторно обращаются мои клиенты, то только для того, чтобы что-то новое организовать, а не то, что мы уже с ними организовывали. Там у них уже все хорошо, они получили порцию вдохновения, что-то где-то начали сами, но что-то оставили для специалиста. Возможно ли, вы уже сказали, конечно, но все же повторюсь. Если я не хочу все-таки, чтобы стесняюсь звать в дом, дистанционная работа, она проходит так же эффективно, как и если вы присутствуете? Иногда это может быть чуть-чуть подольше, потому что в основном это очень занятые люди, которым нужно освободить время после работы. Чтобы они пришли, им было до такой степени комфортно в доме, и не нужно было тратить больше времени на уборку, они выделяют определенный день, мы созваниваемся либо по видеосвязи, либо в Zoom заходим, и они заказывают все у себя в ближайшей доступности. И вот пока ждут товары, которые нужны для организации, это может и затянуться. А могут пойти сразу все купить, особенно Москва, у них там другой ассортимент магазинов. Вообще, в принципе, все другое. И хотелось еще спросить о том, насколько это востребовано в нашем городе, потому что довольно менталитет такой сложный, и немножко стесняются, наверное, люди обращаться, но все же. Да, профессия организатора пространства, вообще она не новая, за рубежом это уже больше 20 лет, всем этим занимается у нас, пока это только набирает обороты. Последние три года активно и школы выпускают, специалистов моей профессии, но в городе все-таки как клининг когда-то входил потихонечку, потихонечку, и уже начинают через сарафанное радио узнавать о том, что есть специалисты, профессионалы, не самоучки, и ведение социальных сетей. И просто люди начинают интересоваться организацией. По ключевым словам, интернет наш великий всемогущий приводит к нам. Все мы знаем, что если хочется навести порядок в жизни, прежде всего надо навести порядок вокруг себя. Но все же вот мало того, что вы наверняка у себя дома все по порядочку раскладываете, как вы вообще пришли к тому, чтобы профессионально этим заниматься и помогать другим? С подсказой лучшей подруги. Она просто поняла, что это мое, по моим рассказам, как я делала это дома. Она впечатлилась, с какой любовью, как я рассказывала про творческую составляющую профессии. Она сказала, Оксана, это твое. Ну и плюс поддержали близкие, родные. Они в принципе не против всех новых обучений. Поэтому я дождалась, обучилась и готова организовывать все в Рязани. И сейчас время такое в каждой, наверное, стране есть определенное время, в которое принято убираться у кого-то перед Новым годом, как итальянцы мебель из окон выкидывают. У нас, как правило, к Пасхе люди стараются максимально привести свой дом в порядок и создать уют. Да, как раз мы с вами сегодня встретились ровно за месяц до Пасхи. И у православных принято особенно тщательно убираться и наводить порядок дома именно к этому празднику. Все-таки это светлое Христово воскресенье. Помимо генеральной уборки, я бы порекомендовала в этом году немножечко иной способ подготовки сделать. Во-первых, расхламиться по-другому. Что мы можем сделать прямо сейчас? Даже вы, сейчас закончится программа, можете расхламить свой телефон, дублирующийся фотографии, кэш в приложениях. Придете домой, аптечка. В том числе и аптечка, которая хранится в холодильнике. Сроки годности, всякие открытые мази. Все это нужно вовремя утилизировать. Ну и, конечно же, косметика. Наша уходовая косметика и декоративная. Мы часто забываем, что-то там стирается, затирается, но за этим тоже нужно следить. Годами все лежит. И сейчас самое время начать с маленького шага. А для того, чтобы попасть к вам, допустим, что нужно сделать? И долго ли ждать свою очередь? Очередь иногда бывает до полутора месяцев. Но здесь даже не то, что очередь. Клиенты желают одно и то же время. И поэтому им приходится немножечко подождать. Но иногда в течение недели мы находим удобное для клиента время и все быстренько организовываем. Так что нужно нашим телезрителям, чтобы получить вашу хотя бы консультацию? Или даже целый день? Написать, позвонить. Укажем все контактные данные Оксаны внизу экрана. Так что обращайтесь. Самое время начать жизнь сначала. Спасибо, Оксана, вам большое за интересную беседу. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!